МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью». Мы сегодня приехали в лабораторный блок Никитского ботанического сада и будем общаться с Павлом Хватковым, заведующий лабораторией биоинженерии растений. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Ну что ж, мы когда сюда шли, вы нас так серьезно облачили в специальные халаты, в бахилы. Ну, напоминает такой фильм про биоинженерию, что-то какие-то серьезные разработки. Действительно ли настоящая наука похожа на то, что показывает фильм? Да, современная наука, она очень близка к тем футуристическим фильмам прошлого. Мы сейчас находимся в абсолютно стерильном помещении, куда подается стерильный воздух под избыточным давлением для того, чтобы никакая инфекция здесь не задерживалась. Здесь поддерживаются действительно стерильные условия, не хуже, чем в медицинских операционных. А вот эти исследования, опять же, которые мы видим в фильмах, когда меняют, например, цвет плодов или что-то такое, проводятся ли такие исследования, насколько они актуальны сейчас? Такие исследования раньше проводились, это имело какой-то научный интерес. На данный момент все это можно делать, если существует у общества такой заказ. В Российской Федерации на данный момент подобного рода модифицированную культуру выращивать не разрешено. Народный должен мораторий, поэтому производители пока что не заинтересованы в подобной продукции. А насколько это вообще интересно для науки или это скорее такой визуальный эффект? Для науки визуальный эффект – это не просто визуальный эффект, то есть важно выяснить, как этот визуальный эффект достигается. То есть это изучаются пути биосинтеза, метаболические пути. Какие гены за что отвечают, как формируется этот акрас, каким образом, за счет каких ферментов можно влиять на этот акрас, каким образом надо придать тот или иной оттенок. То есть это изучение метаболизма растений, это не просто визуальный эффект. Да нам кажется, что в синий покрасили, ничего страшного. Но давайте тогда вернемся к более актуальным исследованиям для Никитского ботанического сада. Расскажите, в каких направлениях вообще лаборатории работают? Лаборатория Никитского сада работает в первую очередь по южным культурам. То есть основные культуры сейчас у нас – это персик и абрикос. У них не решена проблема устойчивости к вирусу шарки. Это серьезное заболевание, приводящее просто к выкорчевыванию на корню плантаций и садов. И, собственно говоря, сделать устойчивой к вирусу генотип растения, сорт – это довольно актуальная задача. Сейчас только вы в мире занимаетесь этой проблемой или есть конкуренты? Конечно же, конкуренты в мире всегда есть. В целом, к примеру, устойчивость к тому же самому вирусу шарки актуальна и для других культур, для сливы, алычи, персика, абрикоса. И по этим культурам действительно много людей работает. По персику и абрикосу существует существенная проблема. То есть, если абрикос делает, в принципе, одна команда в мире, это под руководством Цезара Петрия в Испании, и у них есть определенного рода успехи по одному сорту, по его модификации, то по персику, к примеру, в мире вообще нет достоверных сообщений о том, чтобы его модифицировали. То есть, существует один модифицированный сорт, зарегистрированный в мире, но по факту это из семечков сорта Red Heaven, прорастили его, модифицировали, и он не обладает теми качествами сорта, теми вкусовыми качествами. Поэтому сделать именно модифицированный сорт, обладающий высокими товарными качествами, это серьезная задача, которая по персику в мире не решена, по абрикосу решена частично, по сливе, это, к примеру, наши коллеги из ФИБХа, из Пущино, решили эту проблему, и, по-моему, с Корце, по-моему, также в Испании. В остальном, как-то, знаете, с косточками работать очень сложно. А с чем это связано? Биология объекта, они, в принципе, очень плохо поддаются культивированию и регенерации, и модификации. Это очень сложно с точки зрения биотехнологии объект, просто в силу своей природы. Такой вопрос, может быть, от обывателя. Зачем создавать новые сорта, когда, в общем-то, многообразие уже довольно большое? Это какой-то научный исключительный интерес? Нет, это интерес, в первую очередь, как раз-таки практический. То есть здесь можно провести прямую аналогию, зачем разрабатывать новые препараты. Всегда патогены эволюционируют, развиваются, начинают преодолевать те или иные механизмы устойчивости, тельные препараты, соответственно, как инфекция заражающая человека эволюционирует, так же эволюционирует инфекция заражающая растения. И старые сорта, они просто теряют актуальность. Они становятся недостаточно устойчивыми. А иногда даже дело и, собственно говоря, в качестве, в плодовых качествах. То есть, к примеру, с развитием индустрии, скажем, пищевой той же самой индустрии, больше требуется сортов тех же самых абрикосов для закатки в банках, то есть технологичных, чтобы их можно было механизировано убирать, а не вручную, чтобы снизить издержки. Чтобы они были устойчивы, скажем, к тем или иным неблагоприятным условиям, чтобы расширить регионы возделания и собирать больше урожая. Где-то вкусовые, может быть, качества. Конечно. И в первую очередь, опять же, даже если мы их начинаем консервировать, то они должны выдерживать термическую обработку и, опять же, уже в конечном продукте обладать хорошими вкусовыми качествами. Соответственно, нужно, в принципе, разнообразие сортов. Глобализация мира привела к тому, что мы имеем, как правило, 4-5 высоких глобальных сортов, которые возделываются везде. Но, опять же, если мы говорим о своих предпочтениях, то приезжая в Крым, мы почему-то едим местные персики, которые сочные, вкусные, сок по руке течет, сладкий, но у них при этом косточка не отделяется от мякоти, мякоть волокнистая. Такой персик никогда в жизни не получится законсервировать. То есть должен быть определенный плюрализм. То есть столовые сорта, технические сорта, опять же, ранние, поздние и так далее, для того, чтобы обеспечить свежей продукцией потребителя в широком временном диапазоне в течение года. Я вижу сзади вас, наверное, объекты исследования. Расскажите, какой сейчас идет этап вот этой работы? Это у нас абрикос, конкретно сорта искорка тавриды. На данный момент он здесь располагается на культуральной среде модифицированного типа. За счет этого мы получаем более высокое качество самих побегов, с которых мы уже отделяем листики и можем их модифицировать. Тем меньше стрессов до модификации растений испытывать, чем в более благоприятных условиях оно находится, тем более высока вероятность получения заданного генотипа, заданной модификации. Как много времени может занимать исследование? Это все зависит от культуры, от ее сложности. В частности, по абрикосу исследование до начала модификации у нас заняло 6 лет. В целом, на моей практике я работал с люцерной, это было 3 года. С вольфией 3 года с ряской. Наверное, за это время узнаешь о растении вообще все. Конечно, они каждый день у нас на виду. Мы вникаем в эту культуру и уже можем даже прогнозировать, когда листики желтеют или еще что-то. Мы можем понять, чего не хватает, в чем проблема, как культура реагирует. Причем это изначально, сначала растение, потом это каосная культура, то есть это группы клеток. Виноград мы делаем даже через суспензию, как это принято обычно, то есть это отдельные группы клеток в жидкой среде. То есть существуют разные подходы, и, конечно, исследователи за это время знают, как облупленного свою культуру. Вы упомянули виноград. Я слышала, что в 2020 году завершился такой масштабный проект, связанный с виноградом, с оздоровлением культуры. Расскажите немного об этом. Что это было за работа? Это была работа совместная с институтом Магарач. Мы задумывались просто о том, что питомниководство в России сейчас находится не на самом высоком уровне. И так уж сложилось, что за последние 25-30 лет виноградники практически не обновлялись. Если в Советском Союзе в Крыму было более 160 тысяч гектар, засаженный виноградниками, то сейчас эта цифра 18 тысяч гектар, из них плодоносит только 16, опять же. То есть 10% примерно от садов Советского Союза. То есть нужно как раз это оздоровление? Нужен посадочный материал, в первую очередь, саженцы. То есть самые хорошие крымские вины, они сделаны из крымских автохтонных сортов, исключительно местных. Местные сорта нельзя купить где-то за рубежом, как тот же самый Каберне-Совиньон, Шардонет, распространенные европейские сорта. Это можно купить и за границей. И эти саженцы возделывать здесь. А вот местные, которые требуются, доходят до того, что некоторые виноградники, которые используют для производства уникальных крымских вин, имеют возраст более 40 лет. То есть это виноградники, уже вышедшие из эксплуатации. Они обеспечивают не совсем те технологические качества, которые должны быть. И, соответственно, наладить питомниководство в Крыму, это архиважно для возобновления промышленности и вообще сельского хозяйства Крыма. Вот эти оздоровленные сорта, которые получились, они дойдут до виноградарей нашего региона? Как будет построено? Они были выбраны именно тот сортовой состав, который нацелен именно на виноградарей крымского региона в первую очередь. То есть в ближайшее время мы можем ожидать всплеск такого местного качества? Будем надеяться. Мы сделали пока исключительно тестовую версию, тестовую партию в 50 тысяч корней. Но, в принципе, это первый в России виноград, именно безвирусный, оздоровленный, который можно сертифицировать даже по европейским стандартам. Наверняка во всей этой работе помогает современное оборудование. Вот уже сейчас я вижу все здесь серьезно. То есть я, наверное, не могу в полной мере оценить качество и современность технологий. Вот расскажите вы, насколько современное качественное оборудование, с которым приходится работать сотрудникам лаборатории? В 2014 году мы получили грант РНФ, мегагрант, инфраструктурный проект на развитие Крыма. На развитие науки, на развитие, в первую очередь, Никитского ботсада. И после этого долго и упорно отбирали фирмы, которые обладают компетенцией, могут сделать все на высшем уровне. И мы организовали вот здесь прям новую лабораторию. То есть вот тут, где мы сидим, был просто напросто подвал, стены грязные, пол бетонный потрескавшийся. Сейчас здесь сделана лаборатория, не побоюсь то сказать, практически не самого, наверное, высокого в мире, но куда выше среднеевропейского уровня. Далеко не все в Европе и в Америке обладают вот такими мощностями, таким оборудованным, такой лабораторией. А в сравнении с российскими лабораториями? Мы можем сказать, что это одна из лучших? Ну, по части биоинженерии растений, да, это явно одна из лучших. Вот. В принципе, по таким стандартам делалось не так много лабораторий в России. Наверное, ну, с десяток можно назвать. Расскажите о каких-то технологиях, вот, особенно уникальных, которые в России мало где встречаются. Может быть, недавно какое-то оборудование у вас появилось интересное? Ну, вот, недавно мы с помощью, опять же, целевой субсидии Российской Федерации сумели закупить оборудование фирмы Кайджин, это цифровой ПЦР. Прибор этот может обладать высочайшей чувствительностью и способен выдать нам не просто какой-то уровень инфекции, уровень вирусов или уровень экспрессии того или иного гена в клетке, а с точностью до единицы молекулы может посчитать, сколько вирусов находится в исследованном образце, в штуках. Еще какие-то интересные техники, которые, может быть, уже давно существовало, но вот помогают особенно в исследованиях? Диагностическое оборудование у нас, не побоюсь сказать, для этого направление самое лучшее. То есть это и реал-тайм ПЦР от РОШа, с оптоволокном, с быстрым съемом данных, это и нынешний цифровой ПЦР. Но самое главное, то, что предстает перед нами, это комплекс оборудования. Само по себе оборудование отдельно от пробоподготовки, то есть от целого спектра центрифуг, необходимых для выделения ДНК, РНК и вообще пробоподготовки, оно бесполезно. Более того, оно бесполезно без человека, который обучен этому работать. И так уж получилось, что мы сделали и капитально обустроили лабораторию, стерильную, чистую, и закупили хорошее оборудование, и укомплектовали так или иначе штатом. К слову о людях, я знаю, что вы пришли в лабораторию Никитского ботанического сада в 2016 году. Расскажите немножко о своей сфере научных интересов, что интересует именно вас? Сфера наших научных интересов, в принципе, ограничена исключительно нашей фантазией. Мы можем делать все, что угодно. До того, как я приехал работать в Никитский сад, я работал во вне сельхозбиотехнологии в Москве, там мы занимались биофармингом. То есть это наработка терапевтических или ветеринарных субстанций в растениях. Вся суть в том, что получение различного рода этих белковых препаратов, оно всегда либо дорого, либо некачественное. То есть, как правило, делают дешево, чтобы потребитель мог иметь доступный препарат. Это нарабатывают в бактериях, в дрожжах. Но там, в силу особенностей метаболизма и строения этих объектов, белковые препараты зачастую получаются не совсем корректными. То есть они обладают ограниченной эффективностью или имеют какие-то побочные действия, грубо говоря. Если нарабатывать это, как делает, к примеру, компания Генериум в клетках хомячка, то препарат получается очень похож на то, что нужно человеку. Этот белковый препарат принимается им хорошо, но это вылечет определенное удорожание продукции. Если говорить о растениях, то они, получается, находятся где-то посередине. Они достаточно дешевы в культивировании, в производстве, и при всем при этом дают достаточно качественный продукт. И это то, что удалось вам культивировать именно в растении? Ну, мы впервые в мире смогли модифицировать, в принципе, ряску Вольфия Бескорневая. То есть мы лидеры, и до сих пор в Китае по нашему протоколу только один исследователь это воспроизвел, и все. Вот мы в данном моменте находимся на, так сказать, острие этого направления. Мы раз в два года ездим обязательно на международные конференции специализированные, именно по ряску. Делитесь своим опытом. Да, ежегодно мы пользуемся определенного рода высоким вниманием на самом деле. Расскажите о планах на будущее, какие вообще в лаборатории планируются исследования? Может быть, лично вы уже какой-то проект запланировали? Мы на данный момент планируем работать все с теми же самыми культурами, то есть по возможности мы будем продолжать по ряскам, то есть работать с антигенами, с антителами, к различного рода лихорадкам и заболеваниям. Это желательное направление. Мы продолжим работать с абрикосом и персиком. Персик еще предстоит модифицировать. Абрикос уже вот-вот скоро будет. Ну, там дальше опять-таки надо будет тестировать его, насколько он устойчив на вирусы. Там есть несколько стратегий, какая из этих стратегий будет лучше для придания устойчивости. Но и в целом я не думаю, что проблемы абрикоса ограничиваются исключительно вирусом. То есть там также накопление сахаров, там окрас, да что угодно. Мы продолжаем работать по винограду. Там спектр возможных работ еще выше. То есть это опять же вторичные метаболиты. сделать его более ароматным, чтобы было более ароматное вино. Исследовать всегда есть что угодно. Да. Сейчас мы в первую очередь работаем над приданием холодостойкости, потому что виноград в Крыму, в Краснодаре, в Приморье, это, конечно, хорошо, но виноград в Подмосковье, в Поволжье тоже неплохо. Ну что ж, большое вам спасибо за такое небольшое погружение в науку. Мне было интересно и уверено нашим телезрителям тоже. А я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». Мы сегодня общались с Павлом Хватковым, заведующим лабораторией биоинженерии растений Никитского ботанического сада. А мы с вами увидимся в эфире телеканала НТС. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»